Извините меня, друзья, что я снова возвращаюсь к этой теме. Тема давно она зрела-перезрела, а на глаз вопиющего пустыни пока не слышен. Когда-то всё изменится, но мы можем просто не успеть. Почему такое странное название? Мы привыкли деревья пилить, но мы не привыкли их защищать. А вот у нас вся цивилизация была построена на дереве. Дерево это костры, согревающие дерево это дома, согревающие, спасающие. Наконец мы научились выращивать сады. И однажды в нашей стране один из маленьких, да, деревья миллионами уничтожали, потому что проходящая армия пилила яблони и абрикосы, чтобы сделать костёр и согреться. Это ещё можно было как-то понять. Чаще просто шли танки, шла кавалерия. Горько было, но был горечь и в мирное время. Я бы не стал к этой теме ещё раз возвращаться, но у меня было, когда я много-много печатался в бумажной литературе, в журналах, в газетах, дважды мне написали горькую, горчайшую правду. Во времена, когда Хрущёв сказал в нищей России, заплатите налог за каждое плодовое дерево, представляете, вот этот подонок, не подумавши ни о чём, ни за чём, ни за чём, принёс огромное горе. И вот у меня в письмах было два случая инфаркта смертельных, когда, рубя деревья, пожилые люди, которые когда-то эти деревья, наверное, сами и посадили, умирали от горя. А теперь представим себе, что мы вырастили поколение, причём, которые умеют садить не только то, что принято, прикажет учительница, директор Родины, скажет, надо посадить 23 миллиона деревьев в память о 23 миллионах жертв Великой Отечественной войны. Большая часть действительно посадят, потом эти деревья умирают, и таких, к примеру, море, потому что никто не умеет даже тикоросы вырастить. А уж культурные деревья, вся агротехника направлена на их уничтожение, я об этом говорил сотни, сотни раз, количество фирмов, статей, где-то не меньше двух тысяч. И всё равно это буря в стакане воды. Мы с вами одни и те же, мы знаем, как расширить эту информацию, я и сейчас не знаю. Я знаю одно. Я знаю, что если дети посадят деревья своими руками, вот, с любовью, вначале, может быть, даже под некоторым давлением родителей, но потом всё равно у них в голове всё по пене меняется, они станут защитниками деревьев и защитниками страны. И вот к чему я говорю. Сейчас вот этот короткий репортаж, это когда я текст перевожу в слова. Многим это даже и удобно. Ну что, простили меня за то, что я опять возвращаюсь к этой теме? Как всё изменилось. Мы, люди, всегда жили в природе. Даже дома были деревянные. Всё световое время на свежем воздухе. А, кстати, сразу некоторые эти, мои же реплики, но мой же текст. Железобетонные коробки, это ведь это, ловушки, если не смертельные, то болезненные для организма. Знаете почему? Потому что стены, крыши железобетона сделаны внутри решётки из арматуры. Металлические, они не пропускают космическое излучение. И только живя в железобетоне, мы не доживаем целые годы жизни. Раньше умираем, больше болеем. Не верите? Ну, что я вам скажу? Вот. Да как не верите? Это настолько... Есть такие вещи, которые даже и доказательств не требуют. Продолжаю. Всё святое время на свежем воздухе. Работа физическая. Это было. Крепкие мышцы иммунитет. Детей рожали здорово. Затем началось вырождение. У детей памперсы с перегревом яичек и задержкой физического и, в частности, полового развития. Возврат к однополости. Можно иметь то, что между ног болтается на хэ, называется. Но по характеру, даже частично по физиологии, быть девочкой. И для многих семьях это трагедия. Только потому, что трудно было... Да никто просто не понимает. Много бы вернулись обратно к грязным пелёнкам. Вот. Их побольше бы держали детей на свежем воздухе. Без трусиков, без ничего. Но они даже этого не знают. Потому что реклама заслонила им бита в них. Итак, мы имеем частичный... Нет, он вселенский возврат к однополности. Не так ярко выражено. Количество геев увеличивается, увеличивается, увеличивается. Нация деградирует, деградирует. А это так как постепенно принимается как должное. Вот это страшное. Ну, давайте слушаем Железово дальше. Навязанное идеалы красоты. А на самом деле уродство от голубых кутерей. У нас как ни кутерей, но почему-то голубой. Вот скажите мне, вы бы хотели, если вы старшее поколение, чтобы ваш сын имел вот такую вот жену и от неё детей? А? Посмотрите внимательно. Финал гендерного воспитания. Возврат к однополности. И гибели европейской цивилизации. Это будет. Скоро уже мужчины запоют. А у меня самая-самая-самая красивая. Опа. Сидячий образ жизни на работе и дома. Зачем этот известный актёр себя показал в своей красе? Не знаю, но мне так пригодилась эта фотография, которая случайно мне попалась на глаза. Вот он, современный мужчина. А хотите, я не о нём анекдот расскажу, чтобы немножко веселее было. Значит, ну, обычное дело. Возвращается муж домой не вовремя. Слышал, как поворачивается ключ в замке. Жена его, голого любовника, быстро запихивает в шкаф. Муж заходит, смотрит, что-то не то. Что-то не то. Вот там где-то коньяк разлитый, рюмка. Там пепельница, сигареты. Жена не курит. Он давай со злостью искать, искать, искать. Открывает шкаф, стоит голый мужик. Он жене. Ну, а что, попалась твоя... А она вместо того, чтобы на колени упасть, руки в боки. Что ты мне тут это, права качаешь? Вот. Ты видел эту шубу? Ты мне купил. Ты видел машину во дворе? Стоит новенькая. Это ты мне подарил? А? Мужик не растерялся. Ты что? А я о чём? Такого мужика в шкафу держит, ну? Ну, как тебе не стыдно? Вот так вот. Ну, вы уже поняли, да? Надеюсь, поняли. Пустые площадки и стадионы. Вот эти мои двое малышей, мои внуки, за всю зиму. А я показывал кучу вебинаров, эту площадку прям показывал, показывал. Она пуста всегда. Да. Всю зиму пуста. И стадион, куда мы с ними ходили, там тренажёры достаточно толковые, современные. И там никого, и куча фотографий пусто. Вот. А у них там должны между ног развиваться мужчины. А я, железо, в бессилии могу вырастить здоровыми только несколько детей из миллионов. Помогайте. Не мне, себе. Вот я вам показываю немного фотографий. Вот так рос ребёнок. Вот так он закалялся. Четырёх лет... Четыре года было, когда я его одел себе на шею. То есть он как... На загривок, на загривок. Он меня крепко обнял шею руками, сидя на загривке. И я зашёл в январе месяце в Енисей. Вот в такой же форме, как и здесь, в плавочках. Вот. И до сих пор он гордится тем, что он чуть ли не самый юный морж. В Сеногорске тоже точно. А это уроки природы. Это один из законов. Я о нём рассказывал. Природы. Как вода поднимается на высоту 100 метров. Та самая вода, которая под давлением 10-11 атмосферы. Это самые высокие деревья. Должны были деревья расплющить, лепёшку. А из нас сделать просто блин. Толщиной миллиметр из любого человека. А она ничего. Вот. Там в других местах моё открытие. А это я показываю ребёнка чисто практически опыт. Природа его использует. О чём учёные как-то до сих пор не догадываются. А вот я его ещё использую в быту. А потом я ему объясню. Вот когда у дерева отрезают ветки. Вот это вот сосудистое соединение прерывается. Начинаются болезни. И избавивас Бог от этих проблем. Калечит деревья. А потом их же опрыскивать. Ещё не совсем умершие. Травить, травить. А потом ещё и себя. Если не дай Бог, они дадут урожай. Вот. Вот она подготовка. Вот она по ходу в тайгу. И как надо. Не допустить пожара. И вот первая учёба. Вот она сибирка дикая в тайге. Самое интересное, да, до деревни километр. А это не дикарь, я оговорился. Это не дикарь. Это сибирка. Но это потомок сибирки. Она сюда попала. И видно, что она полукультурная. Будем следить. Вот мой ребёнок учится. Это первое яблони. Ой, первый чёрный абрикос. Первое дерево, которое посажено им. Вот. Вот. Два коробка спичек нашла бабушка у него в кармане однажды. И пришла в ужас. Представляете, у ребёнка вот такого. Вот. Ему тогда было лет семь. Вот. Что я сделал? Я заставил ему поджечь по одной все эти два коробка. Он сплакал, он ныл, надоел. А чуть ли не пожёг себе пальцы. Я говорю, давай, давай, давай. Давай, ещё, 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 ещё. Для чего? Чтобы ему надоело до тошноты. Чтобы больше не тянуло к этому. Лучше так научить его. Потому что первый раз, когда ребёнок зажигает, он тут же и, когда он поджигает, он тут же и бросает горячую спичку, куда попало. Секундочку, друзья. Юра, я сейчас фильм очередной делаю. И я через пять минут закончу, перезвоню. Ага. Так, когда звонил брат, один из тех, кто эти фильмы превращает в добротный материал. А я только снимаю и говорю, говорю, говорю. Первый раз он когда спускался, вроде бы уже чуть ли не спортсмен. И оказалось, что он не может спуститься. Чуть ли не падал. Потом у него вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. За один день научился ходить по горам. Вот его работа. Вот его работа. У него на шее этот сам он собирает челесни. Вот. Тренировки. Мы с ним каждый день дерёмся. Боксёрские перчатки одеваем. Вот. А вот это его первые посадки. Посадил, вот сами поливай. Вот. А потом общипывай. Вот. И здесь мозги на свежем воздухе. Куда лучше смотрятся. Вот. И первые заработки. 20 минут косит 100 рублей. Я его... Это ему было сейчас 7 лет. Сейчас ему 9. А он всё только увидит меня с косой. Не из-за денег. Так любит косить. Вот. А вот и работа. Ну что, у меня моргает. Это же сейчас закончится зарядка. Забыл зарядить. Начал фильм. Теперь жалею. Успею ли? Атеизм не наука. Это закат цивилизации, где в 21 веке просто так бомбят Белград и Донецк. Разрывая детей на куски. Представляете, люди потом со свечкой стоят. В церквях. И тех, кто приказ отдавал бомбить. И тех, кто бомбовой люк открывал. Представляете? Или вернёмся мы обратно к вере. Или мы окончательно превратимся в животных. Один из немногих на миллион. Не искалеченный девичьим воспитанием ребёнок Тимоша. Который ест неотравленные фрукты. Он уже с первых дней жизни растёт мужчины. А его крестного отца и дядю Сергея Железова. Вот он. Я выросил в саду. Я реалист. Против золотого тельца нет приёма. Когда-то комфортное состояние, сытость и покой надо было заслужить тяжёлой работой и рисками. Как спасти цивилизацию в зоне комфорта? Предложить то, что заставит человеческий организм стряхнуться и оторваться от стула и дивана. То есть разбудить дремлющие инстинкты земледельцев. Они есть. Они сидят в каждом из нас. А для этого исполнить когда-то несбыточную мечту. Наконец-то дать и навязать земельные участки. Бесплатно, да ещё с всякими льготами. И не просто бесплатно. Могут не взять. Деградация воли. А навязать всем-всем-всем. Заключённым как альтернативу вонючим камерам и туберкулёзам. Пусть бы уже там с лопатой отбывали срок. Неужели не согласятся? Военным, чтобы было что защищать. Студентам агроузов. С первого дня учёбы и для учёбы. И навсегда. Получили участок. Вырастили сад. Сдали экзамен. Получили настоящий диплом. А нет бумагу для туалета. Нет, для туалета даже не годится. Влащёная бумага. Даже там не годится. И потом навсегда это останется для них. Список продолжите сами. Это выгодно государству. Исчезнут очереди в поликлиниках и больницах. Неужели непонятно? Это вам не вонючие квартиры. Перестанут дышать отравленным воздухом в вонючих городах дети и старики. Работа в саду облагораживает души. Будет принят закон, приравнявший убийство дерева к убийству человека. И вот наша страна станет обществом. Десятком миллионов собственников земли. И они защитят родину. Им будет что терять. Виллы возьмут. Каждый будет иметь у себя все охотничье ружьё. А к нему сотня картечин. Подойди. Хоть китайцы, хоть американцы. Вот кто защитит. Земледельцы и землевладельцы защитят родину. Может я не так сделал название. Может быть я попрошу земледельцы и землевладельцы защитят родину. Им будет что терять. Вот так наверное один из моих друзей озаглавит этот фильм. Всё друзья. Я заканчиваю. Благодарю вас за внимание. Я бы ещё поговорил. Но заканчивается. Моргает. Моргает на нервы. Действует зарядка аккумулятора. Всё. Благодарю за внимание. Будет ещё сотни фильмов. Но я сказал главное. Яички перегревать детям нельзя. Без земли не будет родины. Распадёмся на части. И так быдло превращаемся. Прямо на глазах у всего мира. Над нами весь мир смеётся. Не заметили? Всё друзья. Дальше говорить. Только всё испортить. До свидания.